Жители Алатаря, больные почечной недостаточностью, уже год не могут получить компенсацию за проезд до места лечения. Ездить в Чебоксары по жизненным показаниям им приходится три раза в неделю. Наша съемочная группа разбиралась, в чьи полномочия входит оплата проезда для инвалидов. Диагноз почечной недостаточности Евгения Лысова из Алатаря поставили в 2005 году. Все эти годы он регулярно получает специализированную медицинскую помощь. Если хоть один раз пропустит процедуру, то восстанавливаться приходится долго. Один раз приходилось, ездил в Нижний Новгород, на пересадку почки с мамой нас вызывали. Вот один раз я приходил, и после этого не мог восстановиться около полгода. Давление было 220-240, постоянно. Для таких больных, как Евгений, пожизненно назначают процедуру гемодиалис. Острая почечная недостаточность развивается внезапно, как следствие острого поражения тканей почек. Больного отказывают почки, а это значит, что человек до конца жизни привязан к аппарату, который фильтрует и очищает кровь от шлаков и токсинов около пяти часов подряд. В Чебоксарах процедуру гемодиализа проводят в республиканской больнице и в центре гемодиализа, который был открыт в 2013 году на основе государственно-частного партнерства. Все пациенты, а в Чувашии их 210 человек, получают лечение бесплатно. Только вот добираться до центра гемодиализа им приходится за свой счет. В январе 2015 года больным с почечной недостаточностью отменили компенсацию расходов на проезд от места жительства до места получения лечения и обратно. 500 рублей сейчас стоит. Выходит в месяц где-то 13 тысяч. Пенсии моей не хватает. Пенсии 11 тысяч. То есть это 13 тысяч без кушать, не покушать, ничего. После процедуры есть хочется сильно, потому что умывается все. У нас идет один пропуск сейчас с диализом, потому что нет возможности денег. Нужно питаться, за квартиру платить. Ездим также на своем транспорте. На свой страх и риск. Ездим без сопровождающих. Вот мы четыре человека ездим. Сейчас в столицу республики на гемодиализ приезжают 34 пациента. В Министерстве здравоохранения Чувашии подсчитали, что для компенсации расходов проезда до места лечения и обратно ежегодно требуется ориентировочно чуть более 2 миллионов рублей. Однако в январе 2015 года полномочия по оплате были переданы обратно в Фонду социального страхования Чувашия. Но фонд компенсирует только проезд до федеральных центров. А пациенты из Алатыри получают лечение либо в республиканской больнице, либо в частном гемодиализном центре. Но тем не менее никаких подвижек нет. Все письма, что мы куда только не обращались, все переносит на Минздрав. По итогам судебных разбирательств, которые состоялись 21 по 21 исковому заявлению, было принято судебное решение, что ни Минздрав Чувашия, ни Фонд социального страхования, ни Территориальный фонд обязательного медицинского страхования сегодня не являются ответчиками по опыте этих компенсаций. Сейчас три министерства здравоохранения, труда и транспорта Чувашии создали межведомственную комиссию, на которой обсуждаются различные варианты оказания социальной помощи. Здесь как вариант и в виде компенсации этих расходов, то есть в виде денежной компенсации, и рассматривается возможность организации бесплатных перевозок. Сейчас органы власти Чувашии изучают практики субъектов России по компенсации проезда до места лечения и обратно. В ряде регионов расходы взяли на себя областные или муниципальные бюджеты. В качестве еще одного варианта в Минздраве Республики рассматривают возможность открытия дополнительного отделения диализа в Канаше. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.